Дорогой сэр, сообщаю вам, что я нашел австралопитека. И довольно много сейчас есть персонажей, которые искренне считают, что они антропологи, не имея антропологии ни малейшего понятия. У вас там рецензент, что-то там не то, и вы там какой-то не такой. Вообще, сегодня, слава богу, антропологами первыми становились больше части медики. Любое прилагательное берете, приделаете, к слову, антропологии, получается пафосно. В 20-е и 30-е годы сами антропологи начинают почковаться. Это такая, по сути, эпоха Индиана Джонса. Итак, и снова программа «Человек разумный» и ее ведущий Требышевский. И сейчас мы поговорим про историю науки антропологии. Понятно, что ее можно, эту тему, развивать очень долго и разжеванно. Но, если честно, я не такой великий историк науки антропологии. И лично для меня, честно говоря, гораздо интереснее итог, чем история. Но история тоже занимательная и поучительная. Понятно, что люди стали обращать внимание на людей в незапамятные времена. То есть, там, не знаю, еще в палеолите на стенах рисовали других человечков. Но, конечно, наука это не назвать. И, так или иначе, какие-то представления о человеческом разнообразии, о возрастных изменениях, даже о каком-то прошлом, они там и сям появлялись. Но до предовремени это, конечно, не была какая-то наука. Например, в Древнем Египте на фресках изображались какие-нибудь там разные народы. Вот это египтяне, которые там, да, как они там ходить должны. А это какие-нибудь ливийцы, там, с остренькими бородками, там, с острыми носами, с белой кожей. А вот это нубийцы, которые с черной кожей, с большими губами, с плоскими носами. А это там еще какие-нибудь там, ну, всякие разные, короче, персонажи. Хетты, там, кто-нибудь еще. И это, строго говоря, вообще, как бы немножко рассоведение. Но другое дело, что оно какое-то такое не очень научное рассоведение. Потому что это просто художество, это изобразительное искусство. Ну, хотя там типажи такие прямо хорошо подобраны. И можно хоть час там, как иллюстрацию типологии, вставлять. Ну, я, собственно, в презентациях по рассоведению вставляю эти самые египетские фрески. Или, скажем, в Древнем Китае, все-таки немножко попозже, но не то чтобы и намного попозже, в гробнице Ццинь-Шуханди. Известные таракотовые статуи. Чурки, значит, эти самые керамические, которые сделаны по нескольким шаблонам. Там шесть, по-моему, этих шаблонов лиц, которые там пошире, поуже, более плоские, более носатые, там всякие разные. И если их протипологизировать и описать их параметры, то удивительнейшим образом получается, что это расовая классификация монголоидов по Чебоксарову. Производство середины или даже конца 20 века. Ну, потому что очевидно, что мастера при Ццинь-Шуханди жили чуток пораньше. Но просто поскольку они были все-таки тоже с глазами, и голова у них соображала вполне себе, ну, какое-то художественное чутье было, все-таки они портретисты по-своему были, хотя бы древнекитайские. И они вот уловили, что да, вот из того собрания, рожь, которую они там видят вокруг себя в армии, есть вот такие, есть такие, есть такие, там носатые, глазастые, там, с апикантусом и без. И воспроизвели чисто интуитивно, по сути дела, хорошую такую расовую классификацию. Но опять же, это не наука. Вот в таком режиме антропология, ну, вот как-то вспыхивала, там, и сям, ну, как-то крайне невнятно. Там у древних греков то же самое, да, термин антропология тоже, в общем-то, как или иначе был. Ну, в принципе, там, много ума не надо, чтобы два слова соединить. Но вот в понятии каких-нибудь этих всяких там аристотелей, да, ну, которые там все эти городоты, там, отцы наук, антропология – это некий такой абстрактный комплекс наук о человеке. То есть это вообще как бы все, что имеет отношение к человеку. Ну, и надо сказать, в некоторых странах такое понимание антропологии сохранилось-таки до сих пор. Ну, скажем, в Великобритании, которая уже, может быть, не очень великая, но в Британии и в США такое понимание до сих пор доминирует, да, ну, такое древнегреческое, что антропология – это все, что про человека. Ну, и туда пихается до кучи психология, и лингвистика, и археология, и этнография, и там еще много-много всякого разного. Но для того, чтобы все-таки эти разделы различить, ну, чтобы не совсем, может, натурфилософия была, ну, все-таки 21 век сейчас, сейчас к этому добавляются всякие там прилагательные. Вот это будет физическая антропология, ну, правда, тоже физики возбуждаются, поэтому вот недавно журнал «Физическая антропология» переименовали в журнал «Биологическая антропология», ну, ради бога. Ну, вот, а это будет у нас какая-нибудь там «Юридическая антропология», а это будет «Социальная антропология», а это будет «Православная неожиданная антропология», и еще там какая-нибудь «Педагогическая антропология». То есть, ну, любое прилагательное берете, приделаете к слову «антропология», и получается пафосно. У нас это не очень как бы приветствуется, ну, среди антропологов, по крайней мере. И такой подход стал модный только уже в 90-е годы. Когда низко поклонство перед Западом, давайте ездить на всякие стажировки и, естественно, назвать курсы так же, как у них. Ну и у них есть социальная антропология, а у нас какая-то дурацкая социология, этнография, что это вообще такое, это же типа 19 век. А давайте как по-модному в еле каком-нибудь. И пусть это у нас тоже будет социальная антропология. И довольно много сейчас есть персонажей, которые искренне считают, что они антропологи, не имея антропологии ни малейшего понятия. Но это такая архаическая версия, которая на Западе в своем понимании существует, а для нас она немножко как бы сбоку в припеку, такая как-то странно выглядит. А такая антропология-антропология, она закладывалась, строго говоря, немножко еще в 18 веке, а больше с частью в 19 веке и больше с частью в Германии. Появляется уже представление, что люди на планете не одинаковые. И возникают идеи, что давайте это вообще как-то измерим. И параллельно возникают немецкие способы, скажем, измерения людей и французские способы измерения людей. Ну, уже так сильно попозже англичане тоже до этого догоняют. Ну и у нас в России тоже немножко это развивалось, но у нас все-таки это было немножко подзаторможено, потому что просто очень мало специалистов. У нас на весь 19 век один Богданов был антрополог, ну и под конец уже 19 века Анучин, который уже в 20 век переходит. Так что, как бы, не разгуляешься, прямо скажем. Ну, доморощенных там хватало, как всегда, каких-то дилетантов, но таких прям нормальных, как бы, вот, один Богданов по сути и был, ну и Анучин там. А, как бы, в Германии и Франции немножко с этим получше. Там антропологами первыми становились больше части медики. Ну, что логично, в общем, потому что кто имеет отношение к человеку? Ну, ясное дело, медики, которые изучают, как минимум, анатомию. Ну, и тот же сам Шафхаузен какой-нибудь, Вирхов, ну и всякие такие персонажи, они вот, как бы, этим всем занимались. И было несколько, как бы, толчков и несколько направлений, по которым все это, как бы, двигалось. Значит, одно из них, вот о чем я уже сказал, это рассоведение. Потому что ученые, в том числе, ну и вообще просто путешественники, катались по всей планете и обращали внимание, что люди в разных местах сильно не одинаковые. Тут они с таким цветом кожи, тут с другим, тут они с такими носами, тут с такими. И как-то надо было это упорядочить. И вот потихонечку, помаленечку возникает представление о разности людей. Ну, что уже Карл Линей, еще там, по сути, задолго до появления нормальной антропологии, реализовал в виде классификации людей. У него там все это довольно своеобразно выглядело, понятное дело. У него там были разные виды людей. Но, тем не менее, как бы, сама идея, что люди не одинаковые, что-то с этим надо делать, как-то это надо объективизировать, изучать, она появилась. Другим направлением стала пально-антропология. Ну, уже, на самом деле, в начале XIX века были некоторые находки сделаны. Какой-нибудь там череп из Гипролатары, череп из Энгиса. Там и сям находили каких-то кроманьонцев. Но таким большим движением в эту сторону стало обнаружение неандертальца в неандертале, а попозже еще и других неандертальцев. А потом еще в конце XIX века Жен-Дюба откопал пятикантропа на Яве. Ну, и стало более чем очевидно, что древние люди были не такие, как сейчас. То есть кроманьонцы-то еще ладно, да, а вот какие-то были совсем другие люди. Ну, и плюс в это же время обнаруживаются древние обезьяны. Ну, как вот совсем уже дремучие какие-то там полуобезьяны, да, так и более уже такие человекообразные. Какой-нибудь там дриопитек, например. И плюс к этому всему нарисовывается еще и товарищ Чарльз Дарвин, который написал вот такую толщину книгу «Происхождение видов путем естественного отбора». Где, правда, про происхождение человека-то там ничего особо сказано не было. Но всем стало очевидно понятно, что человек – это обезьяна. И человек от обезьяны произошел. Ну, там кто-то брызгал слюной, там рисовал карикатуры. Но как бы всем адекватным людям стало очевидно, что да, это так. И задача только как бы найти и посчитать. И, собственно, находки стали появляться. Ну, тут, кстати, любопытно, что находки-то были понятны и до этого. И регулярно находили тех же там и неандертальцев, кого угодно. Но тут их стали распознавать. Ну, скажем, череп из Гебралтара и Энгиса, который я уже упоминал, они-то были найдены задолго до Дарвина. Но они на полочке лежали и никому были неинтересны. А многие такие черепа, видимо, были тупо утеряны. И мы про них ничего толком не знаем. Или какие-то косвенные сведения у нас есть, или вообще никаких сведений нет. Ну, а вот с этого момента стали понимать, что да, как бы это какие-то нестандартные штуки. И как бы вот Дарвин это все написал. Поэтому давайте мы их в встроенную систему встроим. А для этого нужно как-то это объективизировать. И появляются методики измерения и описания. Ну, и появляются сообщества корнеологов, которые изобретают методики. И самое разное, допустим, там во Франции методика брака. В Германии Кранфуртское соглашение. Ну, и там всякие прочие. Ну, и начинаются изголения всякие, да. Как вот, допустим, раздолбанный череп неандертальца. Как его так померить? У него там как бы немного чего от него осталось-то, да. Чтобы сравнить с современными людьми. Вот. И какие выводы из этого можно сделать? И формируются методики измерения. Формируются инструментарий. То есть сами вот штуки, которыми можно измерять. И там первые иногда очень экзотические возникали. Все-таки довольно странные. А чуток папажа, уже в 20-м, на самом деле, веке, все это унифицируется. И тут несколько есть таких великих столпов. В частности, в Германии это Мартин, который создал единую уже такую сводную методику измерения краниологическую. Ну, скомпилировал все, что было до него, придумал свое новое и все это упорядочил очень грамотно. То есть, ну, был немцем как бы Мартин, да. Поэтому у него все прямо по разнарядочке, все как надо. И настолько удобно это сделал, что до сих пор все измеряют по Мартину. Возникает школа Пирсона. Ну, там, понятно, что не один только Пирсон был. Ну, там было много персонажей. Но они стали нормально считать. Потому что первые вот эти вот измерения, они были индивидуальными. И мало о чем говорили. И, соответственно, веры им было тоже не сильно много. Потому что, ну, даже если есть методика, и мы померили там, скажем, длину черепа, и что? Как бы, ну, вот у нас есть цифра, там есть ширина черепа, там этот восьмой размер, да, и что? Как бы, вот. А надо как-то сравнить вот эту совокупность находок с этой совокупностью находок. И Пирсон, Карл Пирсон, английский как раз следователь, создал статистику. Ну, и тем более, что создавал он ее не только для обсчета этих ископаемых черепов, ну, хотя бы даже и всяких рассвейческих там этих признаков. А на самом деле к этому моменту в полный рост встает третья мега-задача антропологии. И, стало быть, сформируется третий большой раздел антропологии. Это возрастная и конституциональная антропология, которая поначалу была сугубо практической. Ну, и Пирсон в том числе в этом участвовал. Ну, там не только он, понятно, опять же, да, многие другие. Когда возникает задача. Вот у нас есть новобранцы. Какого они размера? Вот сколько надо сделать сапог? Сорок пятого размера, а сколько сорок третьего, а сколько сорок восьмого? Чтобы и лишние не остались, и ноги не натирали, да, и не болтались, и как бы, чтобы всем хватило. И чтобы еще этих типов сапог размеров было немного, ну, чтобы промышленность не перегружать, да, там, под каждого отдельно это не подгонять. Вот, и чтобы небольшое количество образцов подходило для всех. Ну, какой-то уродец всегда найдется нестандартный, да, там, какой-то кривой косой, там, какой-то слишком маленький, слишком большой, там, какой-то несуразный. Но таких не берут с космонавты. А нам нужны штампованные солдаты. Вот. Но они, тем не менее, не штампованные. Вот. И как-то надо вот реальность подогнать под реальность. И возникает задача вполне такая вот статистическая. Надо померить сотни людей, ну, чем больше, тем лучше, потому что всем уже понятно, что люди разные. И как-то это посчитать. А как посчитать? Нету никакой методики. И вот Пирсон, и не только он, эту методику создавали. И сейчас для нас уже такие очевидные понятия, как, там, среднестатистическое, там, минимум, максимум, сигма, какой-нибудь, там, коэффициент вариации, коэффициент ко-вариации, там, ну, еще что-нибудь из этой серии, да, были тогда созданы. Более того, удивительным образом, Пирсон со товарищи разработали такие методики статистические, подсчета, которые в тот момент реализовать технически они не могли. То есть, они придумали формулы, да, изобрели, там, вот это надо сложить, это поделить, это умножить, это в квадрат возвести. Но если это пытаться посчитать, ну, когда у вас выборка, там, в тысячу человек, например, да, по этой формуле, ну, у вас крыша съедет, если вы будете на бумажке это все считать. Сейчас вы загоняете все это в компьютер, матрицу, там, одну кнопку нажимаете, и чпок, у вас результат, еще красивый график цветной. Не только, там, развлекаетесь, там, цвета меняете. А в то время так было невозможно. Вот эти первые классики конца 19-го, начала 20-го века, они очень круты были и заложили основу всей последующей антропологии. Но вот этот интервал, ну, где-то там середина 19-го века до 30-х годов 20-го века, это, ну, такая, по сути, эпоха Индиана Джонса. Ну, кстати, в археологии тоже это же время, когда накапливается какой-то первоначальный материал, когда люди вообще, ну, ученые, в принципе, узнают, что, оказывается, оно было вот как-то вот не как мы привыкли и чем мы все интуитивно представляем. На основе каких-то единичных наблюдений пытаются построить хоть какие-то схемки. И поначалу эти схемки, они крайне схематичны, удивительным образом. То есть, когда у нас есть там три наблюдения, да, ну, из трех наблюдений мы можем построить треугольник. Вот они там эти квадратно-треугольные все построения и есть. Вот, а может быть так, а может быть сяк. С другой стороны, это самое замечательное время антропологии. Ну, в принципе, сейчас немножко так ностальгически можно это, ну, так дежавю как бы такое вспоминать, да. Хотя понятно, что я не жил тогда, потому что в то время можно было фантазировать. Это вот была такая прерогатива у первых антропологов. Ну, находили они там этого пятикантропа и думали, а может быть это там гиббоноидная гипотеза, а может быть там пигмиоидная гипотеза, а может быть там гигантоидная, горилоидная, там еще какая-нибудь. Ну, вот, а может быть это другой вид, а может быть не другой. А давайте придумаем три названия для одного черепа. Ну, вот, никаких правил, причем там международной номенклатуры не было еще, кто что-то гораздо там все это делал. И, короче, развлекались как могли. И люди были немножко попроще. Ну, какой-нибудь там, не знаю, Раймонд Дарт нашел этого австралопитека в Таунге, написал письмо от руки на листочке и послал в журнал Nature в Лондон. И в Лондоне взяли, ну, как бы приличный человек пишет, что бы не сдать. И сдали, как бы, да, теперь у нас есть вид австралопитеку с Африканус. Попробуйте сейчас, опубликуйте что-нибудь в Nature. Вот, мало то, что пройдет там лет пять, как минимум, так еще и скажут, что у вас там рецензент, что-то там не то, и вы там какой-то не такой, и вообще все, слава богу, и идите вообще там отсюда. Ну, вот, мы только для своих. Или для особо крутых, и только там мегасенсация, нам ничего другого не надо. А там просто там, дорогой сэр, сообщаю вам, что я нашел австралопитека. Жизнь была немножко, как бы, иной. Ну, благо и, как бы, находок было немного, и самих антропологов было немного. То есть их там, честно говоря, по пальцам всех пересчитать-то можно. И, как правило, конкретный антрополог, вот этих времен начала антропологии, он знаменит благодаря какой-нибудь одной фишке. Ну, если это, скажем, палеоантропология, он нашел там того-то. Жень была, нашел пятикантропы. Фульрот нашел неандертальцы. Дарт нашел австралопитеков. Ну, правда, он много их в итоге нашел. Ну, вот, там кто-нибудь еще, там, Кёнигсвальд какой-нибудь, да, нашел там гигантопитеков, там, ну, и, правда, еще пятикантропы целую тучу. Ну, и то же самое в каком-нибудь рассоведении. Вот этот съездил на такой остров, а этот в такой-то лес засунулся, а этот там того-то померил. Но, в принципе, при тогдашних способах, как бы, миграции антропологической, да, у них возможностей было не так уж прямо много. Ну, вот, и хотя там особо одаренным удавалось даже кругосветное путешествие совершить, но в любом случае, как бы, конкретные исследования, они обычно вот привязаны к какой-то конкретной точке. Вот этот изучал ведов где-нибудь там на Шри-Ланке, да, а этот аэтов на Лусоне, а этот там еще кого-нибудь. А так, чтобы вот заниматься всем подряд, ну, такие уникумы универсалы тоже были, конечно, но это скорее как исключение. Ну, скажем, наш Виктор Валерьянович Бунак, он как раз в то время поднимался, он ученик Анучина, соответственно, и он что только не изучал. Он и ископаемых изучал, и современных изучал, и конституции, и расы, и возраста, и вообще все подряд. Ну, собственно, он великий столб, да. Ну, как бы, это можно было тогда делать, потому что, опять же, количество ученых было никакое. Ну, вот там, в XIX веке Богданов, на границе XIX-XXX-XX, Анучин. В первой половине XX, ну, уже в советские времена, Бунак. Ну, вот, как бы, три человека, да. Если честно, дальше поколений тоже не так уж много, потому что ученицей Бунака была Хрисанфова, а учеником Хрисанфова являюсь я. И вот, как бы, от начала антропологии России до современности пять поколений. Ну, сейчас уже есть некоторые все-таки антропологии помоложе меня. Ну, пусть будет шесть поколений, да, там, начинаем на второй руке пальцы загибать. То есть, вообще, как бы, вся наука у нас не такая прямо древняя. Ну, благо, все-таки уже в 20-е, 30-е годы сами антропологи начинают почковаться и плодиться со страшной силой. И количество направлений начинает резко возрастать. Ну, в том же Росоветине, да, возможности все-таки увеличиваются. И, допустим, у нас в стране начинаются методические исследования в Сибири, в Средней Азии, на Кавказе. Ну, потому что уже Советский Союз там всяких этих контру всякую задавили, басмачей всяких там уже приструнили. И стало, возможно, поехать куда-нибудь изучить здесь якутов, тут бурятов, тут узбеков, тут там, не знаю, нагайцев каких-нибудь, да, тут еще кого-нибудь. И там кетов стали ездить вот туда-сюда изучать. И надо сказать, что для Росоведения вот этот довоенный период, где-то там 20-е, 30-е годы, это золотой век. Столько, как за то время, не было изучено после никогда. Ну, в немало степени потому, что во время Великой Отечественной войны вот эта область Росоведения очень сильно была дискредитирована. Ну, потому что еще в 19 веке, вначале в Англии, а потом во Франции, а потом в Германии, ну, как-то в основном в Англии, в Германии зародился расизм. И в тот момент это даже была, как ни странно, часть науки, ну, тогдашней как бы науки, да. То есть представление, что, может быть, расы, правда, не равны. Ну, то есть если у нас есть обезьяны, есть пятикантропы, то, как бы, может, от них разные расы возникли. И, может быть, они просто, как бы, ну, по каким-то ключевым базовым параметрам какие-то сильно неодинаковые. Вот. И в тот момент это была научная гипотеза. Ну, другое дело, что уже до войны было понятно, что это фигня. Вот. Но тут еще идеология подъехала. И, собственно, уже злые нацисты времен Великой Отечественной настолько, как бы, дискредитировали вообще всю концепцию, что после Великой Отечественной войны во Франции, в Германии и в США, да и в Англии тоже, расследование практически вымерло. Вот. И прекратилось. Ну, у нас продолжилось, правда. Поэтому для рассветения золотой век был до войны. А палеонтропология только раскачалась. И в последующем появились, наоборот, возможности поехать в Африку или куда-нибудь там, в Китай, или еще куда-нибудь. И количество информации повалилось, как снежный ком. Вот. Ну и, соответственно, интервал времени, ну, где-то условно там от конца войны до 90-х примерно годов, это период безумного накопления информации, когда стало много-много-много всего накапливаться. Ну, у нас и по рассветению в том числе, да, а по всему миру палеонтропология, ну, и возрастная и конституциональная тоже не пропадали. Вот. А уже где-то вот с 90-х и там начала 21-го века мы вступаем, в общем, по сути дела, в новый этап, когда появляются еще и новые методики, когда появляется там какая-никакая там палеогенетика, а теперь еще палеопротомика, палеоэдитология, палеопатология, ну, в зачаточном виде все это было и раньше, понятно, да, но такой на уровень таких прочных дисциплин, где там не просто один человек там этим занимается, да, раз в жизни и все, а когда это методично, долго и постоянно накапливается информация, это уже вот по сути 21-й век. И сейчас мы находимся в моменте, когда у нас там уже очень сильно усложняются связи между разными науками. И исследование древних людей неожиданно становится актуально, ну, там какие-нибудь синхрофазотроны, да, там какие-то ускорители частиц, там что-нибудь такое, и без этого уже невозможно изучать древних людей. Там какие-то томографы появляются, там выделение молекул, микроскопия, ну и там всякие хитроумные способы, когда мы даже из более древних каких-то находок, ну, старых в смысле находок, можем новую информацию получить. И комплекс наук все время усложняется. Намного больше связи там с той же археологией, они, в общем-то, и раньше, понятно, были, да, но намного больше с палеонтологией, там с климатологией, с географией, и с чем только это можно. Вот, ну, тоже с расследием, вот, ну, так что она почти везде загасла, кроме как у нас, японцев, и там где-то в Южной Америке, но тем не менее. И нет сомнения, что вот этот вот синтез наук будет двигаться и дальше. И в какие-то, там, может быть, не сильно далекие времена и антропология, и все другие науки выйдут на совершенно новый уровень. Ну, первые предвестники этого это увеличение доступности информации, появление баз данных, интернета, там, предсвободные, там, метаданные, всякие там искусственные интеллекты, которые, правда, пока ничего не создали в этом смысле, но, видимо, они готовятся. И, может быть, усилиями уже многих-многих наук, глядя на все это с разной стороны, мы получим какое-то мега-новое знание, которое всю науку поднимет на следующий новый уровень. Но это дело будущего. А пока, конечно же, ставьте лайки, если вы что-то узнали новое про историю антропологии. Ну, если вы все это уже давно знали и лучше все это можете рассказать, ставьте, конечно же, дизлайки. А в любом случае, пишите комментарии. Пишите, какая история вас, вашей науке, что вы еще узнаете про историю антропологии. И, конечно же, делитесь своим богатым знанием, что будет потом, куда двигается антропология. Подписывайтесь на телеграм-канал RTVI, там вы узнаете еще много всего интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова